дали не начать Ну что ж, всем привет, ребята, с вами Дискорор! Давно не виделись, ребята, в хардкоре, но однако я продолжаю, извините, было много дел, Я это, в принципе, говорил в своих стримах, в других своих видочках, ну, в общем-то, да, знаете, что я вас ни в коем случае не хотел бросать, ребят, я хочу продолжать, и к тому же я это время потратил с пользой и решил изучить вообще все возможные варианты обороны, вот, и, к сожалению, знаете, мне не удалось придумать ничего такого, знаете, дельного и путного, вот, имеется в виду не то, чтобы я не смог вообще придумать какого-то варианта, вот, но все варианты у меня были очень тяжелыми. Тяжелыми в каком плане, ребят? В плане того, что долго их воплощать в жизнь, вот, то есть здесь-то, видите, на хардкоре надо быстро прийти, быстро застроиться, да, на скоростях прям, вот, а, к сожалению, с моим способом это не очень-то хорошо сработало. Это очень печально, потому что я рассчитывал, что я что-нибудь придумаю, но, к счастью, к счастью, да, появился такой человек, да, он давно, на самом деле, на канале, вот, Алекс Маслов, вот, в общем-то, спасибо ему огромное, он предложил свою идею, я до последнего не то чтобы не хотел ее использовать, я хотел найти что-то, может, я получше найду, но, к сожалению, не смог. Вот, поэтому мы будем использовать его идею, вот, если он мне разрешит потом, я с удовольствием ей, ну, полноценный обзор на нее сниму, вот, прям с тестами, с проверками, со всей этой фигней, да, как эта штука работает. То есть это, в принципе, это тоже башня, ребят, вот, к сожалению, круче башни ничего нету, вот, просто, вот, вот, просто забудьте, ребят, подземелье, какие-то драконы там, знаете, вся эта фигня, нет, все, забудьте. Вот, к сожалению, это ничего не сработает, вот, конечно, да, можно закопаться, как мне говорили, на 40 блоков под землю, да, и офигеть, вот, то есть, типа, будет все нормально, но нет, ребят, это, понимаете, это, это не наш стиль, вот, это, это вообще бред какой-то. Так, давайте-ка хотя бы, а хотя ладно, у меня обычный есть, вот, поэтому это не есть хорошо, и лучше так не надо делать. Ладно, я, как и обещал, побегу в зимний биом, но у нас очень мало времени за 7 дней построить новый дом, но это, знаете, это, на самом деле, это офигенно, я вам скажу. Так, я выбрал место где-то вот здесь, я помню, там была плоская гора, вот, мы к ней пойдем. Поэтому сегодня у нас такое, знаете, путешествие, и если я что-то устрою, успею построить, то я с удовольствием это построю. Вот, и возвращаясь к вопросу про обзор этой башни, в общем-то, да, единственный хороший способ это башни, ребят, потому что башня начинает работать с самого начала, если что, вы сможете на ней сидеть, там, всячески обороняться и все такое. Вот, я пытался рыть ямы, кстати, был один вариант такой, очень хороший, мне очень понравился, то есть, представляете, вы роете яму, котлован, да, и в центре просто накидываете колья и по краям ставите там, по краям оставляете маленькие проходы и туда вот ставите костры. Вот, и зомби, в принципе, очень неплохо на эту штуку клюют, но чтобы ее построить, нужно куча ресурсов, нужно укрепить очень сильно верх, я бы даже сказал, его даже укрепить, наверное, лучше бы было бы чем-нибудь, я не знаю, что-то вроде бетона или что-то в этом роде, потому что они раскапывают сверху, вот, то есть, всячески не хотят прыгать вниз к вам. Вот, то есть, ну, есть, есть изъяну этого способа, вот, но он тоже работает. Еще один вариант, была башня у меня, вот, такая же вот, примерно, которую я там построил, ну, то есть, такая, на скорую руку, вот, но она ничем не отличается от обычной башни. Ну, давай еще, убей меня в начале игры. Слушайте, вы это видите, да? Он, он нагибается и бьет, да на, получай, господи. Да е-мое. Не, ребят, знаете, что сейчас самое смешное, да? Самое смешное, то, что я сейчас ему наношу урон, а сейчас я вам скажу какой-то, что с мышкой. Так, я наношу ему урон 275 с выстрелой, ребят. Три выстрела, перед этим я сломал ему ногу, ну, это нормально. Зомби, зомби у нас крепенькие, я уже привык, у меня, кстати, нету с собой тряпок даже, может, у тебя есть маленький, маленький жирный засранец. Тряпочки с собой, ну, вот здесь хлопок вроде есть, сейчас потихонечку. Вот, и, к сожалению, кроме башни ничего не построится. Лучше, извините, ребят, можно сказать, я вас подвел. Хотя нет, не подвел, я же сказал, что есть способы, вот, но, к сожалению, башня это самый быстродейственный способ, и я его рекомендую всем. Вот, ну, собственно говоря, все им и пользуются. Но вот этот новый метод, который предложил Алекс, я думаю, он тоже имеет равное существование, и я думаю, он даже круче, чем четырехмногое чудовище, потому что ресурсов уходит чуть меньше, вот, и как раз-таки эта штука подойдет для тех людей, которые очень любят строиться под землей. Потому что, да, основной фишкой... Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо. Основной фишкой как раз-таки является то, что основная база будет располагаться под землей, а выход как раз-таки на эту башню будет осуществляться через низ ее. К тому же этот метод позволяет нам лутать зомби, которые умирают у нас на коле, и, кстати, даже помогать им умирать. Ну, согласитесь, экспу получать за зомби, это, по-моему, очень даже вкусно. Вот, и за это многое бы люди бы отдали. Так, что там, я еще хантед? Конечно, хантед. На, получай, фигу мое. Я, кстати, не зря разрядил свою печку, потому что я буду печку ставить в зимнем биоме. Вот, ух ты, блин, я думал, я думал, он помер. Блин, ой-ёй-ёй-ёй, мама-мама, очки! Ух-ух-ух-ух-ух, тихо. Ну, вот оно, вот оно сказывается, да, то есть давно не играл в хардкор, видите, уже расслабился со стримчиком. На стримчике все хорошо, подыхаю, отлично. Вот, а здесь, а здесь я не хочу подыхать, вот здесь я все-таки буду максимально, максимально бдительным. Ёшкин кот, а. Так. Ага, вот он, Дейрсвельд, надо его обойти, обогнуть его. Кстати, на этот раз я выяснил, что согревающий чай вообще из игры выкинули, то есть нету больше согревающего чая. Желтый чай теперь ничего не дает. Ух ты, ё, четыре... О, у меня комбо, ребят! Джекпот, три одинаковые тетки! Ну, я обязан их просто по кувалде им надавать. Кстати, кувалду им надавать. Раз кувалда, два кувалда. Будет песенка! А, они так там померли. Ну что ж вы такие недолговечные, а? Вот зомби тоже, да? Последний уровень сложности, а такие недолговечные. Так, эта хавка мне понадобится в любом случае. Так, ладно. Блин, я-то надеялся, что вы хоть после волны меня не будете доставать. Так, давайте-ка посмотрим. У меня есть нож? У меня даже ножа нет. Ладно, будем топором добывать, посторите. Раз оленчик, два оленчик. Будет песенка! Ну, мясо мы выкидываем. Это само собой. Да, тут даже не о чем говорить. Кости добываем обязательно, потому что... Клей! Нам нужен клей! Хотя, я думаю, здесь клей уже мне не понадобится особо. Так, это съедаем. Бабы тоже съедаем. Ой, а нет, одна большая, другая маленькая банка получается. Она выглядит одинаково. Что такое вообще? Ну что, ну как это вообще работает? Па-па-па-па-па-па! Фикс! В общем-то, смотрите, где я хочу в зимнем биоме застраиваться. Там есть такое, ну, можно сказать, плато или... Блин, в общем, ровная поверхность на горе. Вот реально, на горе просто, как будто бы она срезана. Я сначала думал найти гору какую-то тоненькую и там посидеть. Но, сами понимаете, зима, снег, снег очень легко разламывается. Чай пилюлю до сих пор не приму. Наверное, у всех там уже подгорело. Вот, и в общем-то, да, оно... Оно очень хорошее, это плато. Оно, во-первых, большое, то есть можно будет несколько там таких башен построить. Потому что одной башни, я думаю, для третьей толпы не хватит. Потому что там пойдут и полицейские, и фералы, и прочая вот эта гадость. То есть эти засранцы очень крепкие. Я даже не знаю, как их можно будет убить. Наверное, я даже их буду забрасывать пайпами. И, кстати, я очень надеюсь, что у меня под домом, там, где я буду копать, будет шахта. Ну, вот опять-опять-опять прибежали. Зомби! Здорово, зомби! Давно не виделись! Мне уже я отвык, блин, от этого, от этой кутерьмы. Не, надо было, ребят, тоже надо... Все стримчики, все стримчики тоже надо на хардкоре играть, да, ребят? Просто ставьте пальцы вверх, кто согласен. Хотя нет, ребят, на стримах это будет вообще жесть, потому что все-таки задержка с сервером дает о себе знать. Да даже в одиночной игре такое происходит. А вы говорите, я тут предлагаю, точнее, еще и на стримах это устраивать. Меня с пингом в единицу, ребят, меня зомби достают. Вот, с моими быстрыми движениями. А если будет пинг 50 и этот, то все, у нас, ребята, просто ребятки у нас помрут. У нас будет не стрим, а симулятор смерти. Боли и унижение. Ну, что, кстати, можно было бы... О, кстати, слушайте, а вы прямо мне новую рубрику подсказали. Надо будет что-нибудь устроить, типа экстремальное выживание или что-то там вроде. То есть, кто дольше продержится без смерти, прямо во время стримов там это пускать или что-то в этом роде, ребят, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. То есть, по-моему, будет так забавно. То есть, реально там, знаете, вот как матчи есть, и вот у нас, типа, запускается матч на Невосгейде, да, как мы выживаем. Вот. Причем обязательно включить PvP, и это будут прямо голодные игры. Вот, да, еще бы затолкать всех бы этих, как бы, всех подписчиков, да, и было бы вообще здорово. То есть, прямо смотрите, какой коктейль получится. То есть, все подписчики, которые хотят, зайдут на сервер, да, и сгенерируется новая карта, все будут заходить, все будут пытаться себе голову разбить, ну, друг друга разбить голову, вот, и как бы выжить до самого конца. Ну, а там, типа, тот, кто выжил, да, там, тому ништяки какие-нибудь дать. Вот, в принципе, я не против там, да, да, посидеть с нами в скайпе, или что-нибудь, ну, вроде, да, или что-нибудь более материальное, да. Ну, конечно, в НДС предлагать это вообще, по-моему, да, кощунство. Блин, что-то у меня, что у меня с этим, со стаминой плохо. Давайте, немножечко постоим буквально. Оп. Что-то, знаете, вот есть у меня огнестрел, да, я вот, честно говоря, вот, не знаю, в этой игре огнестрел появляется, но, понимаете, он какой-то беспамптовый, что ли, он... Он не наносит урона, я попадаю в голову зомби, а зомби просто, он не хочет падать. Ну, падай. Ну, падай. Ну, 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 пожалуйста. Ну, хвала богам. Блин, ты уже поднялся? Уп, вот и не вставай. Так, остаточки сейчас докрошим. Так, какой сейчас день? Сейчас пятнадцатый день, это вроде не день собак, вот, потому что на день собак я не знаю, что я буду делать, придется, наверное, сидеть целый день дома, вот, по целым днем, я имею в виду, в своей башне, да, и не выпендриваться. Кстати, а что я перегреваюсь? Что это мне скажет? Я, конечно, понимаю, что на мне очень хороший халатик такой. Но я, вроде, позаботился о том, чтобы у меня и охлаждение было. Да ёшкин кот, да что ж ты будешь делать-то? У тебя руки не настолько длинные. Зараза, а, заставляет таблетки глотать, бинты использовать. Надо было аптечек парочку с собой взять. Лишним бы точно не было. Кстати говоря, у меня есть одна вот такая штука. Вдруг мне собака попадется. А я такой, оп, и у меня уже все схвачено. Финяк. Давайте посмотрим, сколько у меня температуры-то вообще. Плюс тридцать семь? Я не знаю, как так получилось. Я, вроде, когда пока считал на пальцах, видимо, у меня пальцев слишком мало, чтобы сосчитать такие цифры. У меня, вроде, все сходилось, что надо одеть как раз-таки толстовку и одеть этот, и все получится. Ну как? Ладно. У меня, ну, олени даже глаз нет. Было бы прикольно, если бы еще зомби-олень. Если уж есть зомби-медведь. Вообще, кстати, ребят, поделюсь такой, знаете, интересной такой фишкой. Короче, пока я сидел и угорал с этого, с того, какие постройки я хочу сделать. Короче, я выкопал огромную яму. И прикиньте, на двадцать первую ночь ко мне, помимо собак, полицейских эфиралов, пришли эти, как их там? Пришли медведи. Да, обычные медведи. То есть у меня было два медведя. Я не знаю, как так получилось. То есть я очень, очень жалко, что я тогда не записывал. Но, честно говоря, я немного даже испугался, что сейчас все, хана будет в моей постройке. Вот. Но, как выяснилось, если поставить, допустим, сталь, ну, вот именно стальные блоки уже сделать. Хотя я не знаю, смогу ли я до них развиться. То есть надо еще посмотреть, как новая система работает именно на производство бетона. Вот, потому что я не особо с ней знаком сейчас-то. Раньше, чтобы... Ну, наверное, там вообще отличий по имени Миловки. К тому же сейчас не надо изучать книгу конкрет микса. То есть теперь достаточно прокачать кив, кстати. Кстати, у меня очков-то хватит его прокачать. А то сейчас бац и не хватит. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Так-а-така-така-така-така-така-така-така-така-така. Ох ты, блин. Тут еще клад где-то рядом. Ну что, ребят, как вы думаете, найти мне клад или нет? А, у меня, наверное, лопата с собой нет. Фиг я не клад знаю. Но я ее могу сделать, в принципе. О, блин, какой смысл вообще? Какой смысл в этой гнистрелке? Просто зомби даже от выстрела из огнестрелки, на них дырки не остаются, на них, да ладно, бог с ними, с дырками, какой-нибудь бонус бы с них снимался, кровотечение там, я не знаю, что угодно. На чем-то же зомби бегают, на топливе каком-нибудь там, на зомбином топливе. Я не знаю. Кстати, еще одно улучшение моей ловушки, той вот, которая с кольями, это засунуть ловушку с кольями, вот, а потом сверху еще и пайпами кидаться. Это, по-моему, будет вообще хорошо. Так, а где, а где клад-то? Ну, е-мое, как вас много, как вас много, у меня уже, у меня уже кольев на вас не хватает, я уж не говорю про все остальное. Так, давай-ка по-быстрому успею, лайк. Не, не успел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, еще один. Здорово, пацаны! Хе-хе, ну че, как у вас тут в земле? Это, видимо, я из-за того, что иммигрировал, они здесь иммигрантов не любят. Такой, вали в свой огненный бион, слышь ты! Хе-хе! Ну, а я-то никуда не денусь, я буду здесь. Так, получила в голову. Получила в голову. Получи... Да, я не получил. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Этот уже ноги себе сломал. Это вообще непонятно, куда бежит. Чем меня под задницу этот, как его накажет? Вообще, просто... Блин, я вообще расстроюсь. Мы уже почти дошли, кстати, до этого места. Вот, надеюсь, я сегодня хоть какую-то часть этой башни успею построить. Вот, а если не успею, то лучше извините, ребят. Ай! Ну, в любом случае, серии сейчас будут походить в старом порядке. Ну, то есть, каждый день. Я, по крайней мере, постараюсь это сделать. Может быть, даже стоит вас... Как это называется? Я проштрафил, да? Может, стоит вам чуть больше серий наснимать. Вот. Но это уже чуть попозже, ребят. Вот, к сожалению, сейчас времени в обрез. Па-па-пам-па-пам! Студенты требуют внимания. Вот так. Так, давайте-ка сделаем спайков. Спайков, спайков. А, давайте, 200 штук. О, какие 20? Давайте, ладно. 120 пускай будет. Хорошо, эти маленькие шипы, они вообще очень мало места занимают. Это раз. Во-вторых, они очень хороши в плане урона. Да, вот здесь вот уже, кстати, одни крепенькие дядьки появляются. Так, где же это? По-моему, вот она, эта гора. Я помню, что вот там был как раз-таки прудик. Так, 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 так. Интересно, а вот эти вот жирные засранцы, они с такой же скоростью бегают, как и все остальные? Или же чуть медленнее? Просто я что-то не обращал внимания. Я бы надеялся, что... Я вот надеюсь, что он медленнее бегает. Кстати, лопата мне все равно сейчас понадобится. Так, это убьем. Хаббл. О, да, стальная как раз. Так, еще я хотел посмотреть, где клад. Клад у нас, кладка. Где-то я вот здесь, вот в этой стороне, я видел этот указатель клада. А где? Может, это не клад был? Не знаю, не вижу я почему-то клада. А, вот он клад. Е-мое. Мне, конечно, туда бежать... Ну, ладно, бежать и бежать мне туда. Это надо было в самом начале делать. Сейчас уже ничего не получится. Так, и у меня все очень скверно. Видите, я не смог заделать супчиков, но, видите, решил переехать. Ну, можно сказать, что это первое хардкор-прохождение. Теперь-то я знаю, что лучше всего селиться не в огненном биоме, нигде, да. То есть, а вот где-то, где-то вот здесь вот на равнинке. То есть, я бы даже сказал, где-то вот здесь, да. То есть, такое очень неплохое место. Ё-моё. Ляськи-масяськи. Ух ты, надо аккуратненько сейчас его снять, прям как снайпер. 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 Да ёшкин кот, что ж ты двигаешь? Видите, что с деревьям происходит, да? Блин, я никогда этого не замечал, ребят. Ёлки пляшут. Ёшкин кот. Вот надо было так долго-долго целиться и промахнуться. А чья? Это просто, это даже не обсуждается. Он, кстати, меня даже не запалил в какой-то момент. Да ёшкин кот. Не, слушайте, они точно так же быстро бегают, то есть, у них нету такого. Типа, а нет, я, пожалуй, побегаю медленно. Пожалуй, буду медленной. Как бы мне ещё так коле не поставить, чтобы себе постройку не разломать. Ну, не разломать в плане это. Не испортить. Ёшкин кот, как я так... Ну, в голову. Ну, 200 урона в голову, да что ж такое-то? Это, это вообще не смешно, это, да что... Опа-на, вот это да. Ещё мышка, мышка, ребят. У меня почему-то игра сказала, что я буду только направо теперь смотреть. То есть, я отпускаю мышку, и мышка идёт налево. Интересно. Всё, перестало. Вообще просто. Я в шоке, ребят. Я надеялся, что мой огнестрел хоть какой-то пользу даст. Не. Огнестрел, не, не слышали. Ну ладно, ладно. Это, это хардкор. Это крику не было сейчас? Надеюсь, что нет. Я уже, я уже на самом деле начинаю жалеть о том, что я согласился на то, чтобы переехать в какой-нибудь зимний биом. Вот, потому что... Блин, это и этот орёт. Понятно. Зря я согласился, наверное, в зимний биом переезжать. Потому что, ну это реально, это делается, ребят, не на 15-й день. Это делается на второй, на третий день, когда зомби нету. Когда толпа приходит слабее. Да что ж с мышой-то? Я прям в шоке. Я очень боюсь почему-то их теперь с кувалды бить. Ну давай, давай, давай. Ну. Ну. Так, один есть. Интересно, на 21-й день толпа только из этих чуваков придёт ко мне? Блин, молоток, нахуй. Как ни крути, полезная вещь. Дохнуть будешь? Ах ты, блин. Я ж, я ж выдохся. Ужас какой-то. Ты дедёшкин кот. Давай, давай уже, по голове ему стукнет. Я боюсь представить вообще просто, просто как, как, каким крепеньким-то надо быть. Каким черепом надо вообще, титановым, по-моему, родиться. Так, ладно, железный топор. Но зато с них и лут хороший падает. Видите, топоры какие-то. О, ну наконец-то, разлетелась в крошке. Так, ладно, всё, не будем терять времени. Вот, вы что-то смотрите. Сама башня 3х3. Вот, а именно вся её смысловая часть, как бы, вокруг неё, как это называется, да? Вокруг неё собрана. Вот, сейчас мы... А, теперь я замерзаю, да? Ага, хорошо. Я тебя понял. Вот, и вся смысловая часть, как раз-таки, собрана вокруг, вокруг неё. Значит, давайте выберем место сейчас получше. Сразу прокопаемся под снег, то есть будем строиться не на снегу, а под ним. Ну, то есть специально платформу сделаем, вот, нашу башню. Так, платформа, если я не ошибаюсь, должна быть 9 на 9. Так, поехали. Ага, я всё, я вспомнил. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять. Что-то я сначала поднапрягся, а что-то за мной этот остаётся. Так, теперь здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, великолепно. Ну, и здесь уже концы, я думаю, соединить вообще ничего сложного нет. Так, вообще основная фишка этой башни, ну, вы увидите. Наверное, либо я её вытаси, не, мы в этой серии, мы, наверное, уже только сделаем под неё заготовку. А вот всю следующую посвятим непосредственно её постройке, мы её полностью построим. И начнём строить подземную базу для неё как раз-таки. Вот, то есть, ну, вот уже точно с обходом, всё такое. Почему я ещё выбрал гору? Потому что здесь можно с этой горы, допустим, выкопать огромный проход. Ну, и, допустим, в сторону куда-то уйти. Потому что зомби в основном тусуются не у входа твоего, а они пытаются тебя вынюхать. Вот, и вот когда они тебя пронюхивают, что ты здесь находишься, вот, они к тебе сюда залезают. Вот, и начинают тебя мучить, мучить, и, не знаю, всячески издеваться над тобой. Вот. Так, так. Па-па-пам, па-па-пам, па-ра-па-па-пам. Кстати, может, мы, да, мы, наверное, сейчас под платформу закопаемся, и там сделаем зачатки нашей базы. Вот, то есть прокопаем где-нибудь блоков 10 вниз. Вот, и чтобы туда уже сундук положить. Спальник я, конечно, туда класть не буду. Не знаю, не вижу вот он спустя. Слушайте, а плюс 30... Подождите, на мне даже штанов не было, и я замерзаю, плюс 37 градусов я замерзаю. Рыли? Вы серьезно? Ну ладно, давайте сделаем из фибера себе штаны. Слушайте, я не думаю, что здесь настолько холодно. Да, и это еще тот челлендж, если ты играешь... Если ты начинаешь хардкор именно в этой локации. Слушайте, я об этом даже не думал. Прикольненько, это даже, наверное, пострашнее будет, чем в огненном биоме. Конечно, мне штаны дадут всего лишь плюс 2, но плюс 2 это уже хорошо. Причем я не промок, заметьте, да, но все равно продолжаю замерзать. Может, баг какой-то я ищу тут вроде. Так. Я сейчас дай сюда бур! Ну видите, мне с буром не повезло, я вообще не нашел. Вот, то есть нигде не нашел. Вообще нигде не нашел. Так, а у меня я... Скилы, скилы, скилы. Кеведжинг, где у нас там. Блин, на один поинт осталось прокачать. Видите, чуть-чуть мне осталось до этого, и я прокачаю себе вот эту штуку. там по-моему скорость лута, а следующим уровнем идет у нас увеличение quality joy нет, fast увеличивает лут на 25 поинтов, ну смотрите, у меня для лутания, вот здесь военная база где-то, здесь лесопилка, у меня есть что еще полутать ребята, все не переживайте мы наверное здесь даже на четвертую волну останемся, вот, задержимся 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 отлично, 1, 2 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 так, ну и все, здесь уже понятно что здесь точно будет все совпадать вот, это начальная платформа, мы ее тоже должны будем улучшить то есть это то, на чем у нас будет все стоять вся наша башня, потому что иначе зомби подкопают один снежочек под этой башней подкопает снежок и скажет, типа, все, давай, удачи И она развалится, как на стрипчике, да, там, на пристани. Наверное, Женя за это меня любит ненавидит. Так, ладушки, рецепты. Сколько там? 40, 40, 40. Так, давайте-ка 100 фреймов сделаем, чтобы вообще не переживать. И пока они делаются, давайте найдем виртуальную середину. Так, 1, 2, 3, 4. Тихо, тихо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, 1, 2, 3, 4. Так, вот здесь. 1, 2, 3, 4. Вот здесь. Значит, вот здесь вот у нас будет вход на нашу базу. Вот так вот его обозначим. Ну, вход в нашу башню в целом, вообще. Так. То есть это вот как раз-таки, знаете, это вот тот самый момент, когда вы очень сильно хотите построить бункер, но при этом не хотите запускать оборону. То есть вы строите бункер и строите вот эту башню, и у вас просто все в ажуре, ребят. Я знаю, я даже думаю, что это на PvP-серверах офигенно зайдет, вот именно такая постройка. С другой стороны, она может... Хотя нет, нет, она очень неплохо зайдет. Вот, только единственное, надо будет еще защиту от плееров какую-нибудь сделать, там, люки какие-нибудь или что-то в этом роде. Ну, чтобы они туда не лезли своими ручонками, потому что они могут залезть в костер. Вот, в костры, которые будут нас защищать. Да-да-да, ребят, эта система еще есть защиты при помощи костров. Так. Ну и вот и все. Вот мы аккуратненько эту дырочку сейчас прокапываем. Вот, чисто целью безопасности я просто поставлю сверху фреймы, чтобы мне никто на голову не спрыгнул. Так, и я даже не знаю, на сколько блоков вниз мы будем копаться. Раз, два, три, четыре. Ну, давайте еще 15, наверное, блоков. Вот, будем уже в камне там. А, вот уже и камень пошел. Видите, как здорово. Даже далеко копаться не пришлось. Так, раз камушек. Где-то 10 тут должно быть. Два камушек. И еще три на потолок. Так. Три. Наверное, многовато, да? Хе-хе-хе. Ну, ладно. Четыре камушек. Единственное, еще внизу какую-то оборону надо будет сделать именно для защиты. Вот, вот, для защиты вот этого места. Вот, то есть, если сюда уже зомби спустятся, то чтобы они там по шапке получали прям, дай боже. То есть, люк здесь не подойдет, потому что люк он... Хотя нет, люк кверху можно поставить. Вот, в принципе, можно вход в какую-то пещеру организовать, да? И там уже какую-нибудь бойницу устроить. Вот, ну, такой, знаете, последняя оборона, да? Когда ты уже только гранатами туда закидываешь сверху, в дырку, и все. Мы надеемся, что твоя дверь не развалится. Ладно, я что-то, наверное, махнул. Я думаю, вот этого достаточно. Сейчас мы сделаем лестницу. Так, наверное, штучек 30 нам здесь пригодится. Мне еще потом она понадобится, поэтому... Ну ладно, давайте, хорошо, давайте 20 пока сделаем, пока у нас дерева не так уж и много. О, level up. Можно на что-то очки потратить. Но мы пока ни на что не будем их тратить. Так, место забитое, пока можно выкинуть. Так. А-а-а, я вспомнил, что здесь с этой лестницей поганой. Ну, видите, разработчики сделали, а как бы... Короче, объясню, в чем сейчас загвоздка. В том, что она вот, видите, она не ставится. Она не... А, нет, ставится, надо же. Как по ней забираться? Видите, она ставится, но по ней нельзя забраться. Вот, то есть здесь нужен проход более... Более толстый. То есть в один блок как минимум там расширенный. Ну, блин. Ну это разрабы, блин. Ну что поделать. Ладно, ничего страшного. О, вот-вот-вот, вот где эта лестница поставилась. Ну это, конечно, вообще неприемлемо. Нам дополнительную нагрузку создавать на нашу конструкцию. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Так. Все равно так покрасивше как-то выглядит. Интересно, а на лестнице прям можно камень грубить? Сейчас посмотрим. Так, иди отсюда, страшная лестница. Ага. О, боже, как они так сделают? Так. Хоть забираться-то по ней можно? Да, можно. Все, отлично. Хотя бы так. Так, так, так. Вот, отлично. А, и я как бы так и на лестнице и остался. Мне хотя бы, чтобы наверх забираться. Я, конечно, понимаю, что безопаснее было бы туда фреймами. Хотя, блин, что, знаешь, безопаснее фреймами туда забираться. Нифига это не безопасно. Так. Я специально, на самом деле, ребят, сохраню интригу, вот, чтобы уже в следующей серии как раз-таки полностью раскрыть всю, всю сущность, всю вот прям, всю мощь этой, этой конструкции. Вот, а пока мы просто сделаем проход к нашей базе. Вы уж извините меня за это, ребят. Так. Разики. Глазики. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо, не падаем. Вот здесь, кстати, какие-нибудь фреймы надо будет справа поставить просто. Чтобы я банально не выпал. Как-нибудь. Случайно. Так, раз. Два. Три. Все, отлично у нас. Я, конечно, не взял с собой котелку, все такое. Но это, я думаю, я сам сбегаю там. Кое-как. О, все. Можно вот это вот еще раскопать. Ой-ё. О, все, отлично. Вот у нас обозначен центр. Вот, и все. В принципе, можно вот от этого места копать куда-нибудь. Туннель влево, вправо, не важно. Вот, то есть я бы прокопал его чуть-чуть правее. Вот. И уже сделал бы какую-нибудь заточку под базу. Хотя бы базу такую 5 на 5 сначала сделать. Вот. Ну, в общем-то, да. Вот так вот мы, ребят, сегодня повеселились. Побегали от зомби. Многое обсудили, кстати. Вот. Поставили себе задачу для будущего, для будущего уже прохождения. Да, то есть как это будет выглядеть в следующий раз. В следующий раз мы обязательно вот эту вот штуку превратим во что-то просто прекрасное. То есть это у нас будет такая прям башня с обороной. Ну, на этом у меня все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите следующую серию, смотрите мои стримчики и вступайте в группу ВКонтакте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok